а я вам сейчас покажу и даже немножечко расскажу здравствуйте я по-прежнему дмитрий танкович я вернулся после небольшого перерыва и давайте обсудим вместе с вами новости прошедшей недели сделаем это традиционно с иронией сарказмом чтобы поднять вам настроение а уж если это видео вам понравится поддержите его колокольчик лайк репост подписка на канал а еще вы можете поддержать нас финансово это важно ведь это позволяет нам делать нашу работу для этого под видео есть кнопочка спасибо спасибо вам за это на прошлой неделе неожиданно активным был владимир путин я начал прямо с фразы его лечащего врача но путин действительно всю прошлую неделю провел в поездках конечно он не посещал приграничные территории курской и белгородской областей а чё туда ехать по мнению путин там все хорошо именно поэтому все свои поездки он запланировал так чтобы быть максимально далеко от этих регионов россии хотя наверно правильно было сказать просто от этих регионов вот без слова россии потому что по факту пути тупо забил на все что там происходит может он уже даже и не считает эти регионы россии кто знает именно поэтому он посетил монголию побывал в туве и принял участие в экономическом форме во владивостоке согласитесь для того кто в минуту опасности предпочитает спрятаться и не появляться на публике вот как-то многовато даже передвижений хотя бы я думаю что для путина события в курской области это вот как огурец для кота увидел сначала впал в ступор а потом начал резко и неожиданно передвигаться в разные стороны в любом случае кратко обсудим его поездки но перед этим знаете стоит отметить важную новость от издания the times там утверждают что путин поручил ученым создать эликсир вечной молодости издание пишет что для быстрой разработки средства против старения будут использовать 3d биопечать для создания тканей органов а также методы борьбы с клеточным старением сообщается что минздрав рф уже поручил научно-исследовательским институтом как можно скорее предоставить отчеты о прогрессе в борьбе с когнитивными и сенсорными расстройствами так вот оно что оказывается владимир владимирович решил бросить вызов смерти непонятно зачем конечно напрягать для этого не в россии уже был успешный опыт сделать жизнь вождя вечной причем сам может об этом даже не просил помните ленин жил ленин жив ленин будет жить ленин и теперь живые всех живых и вот прошло уже сто лет как в центре столицы самой большой страны на планете которая считает себя цивилизованным и современным государством лежит под стеклом дедушка на которого можно прийти и посмотреть всей семьей правда до сих пор вот непонятно так ленин жив или мертв ну потому что если ленин же тут чем так долго лежит никуда не ходит хотя бы сбербанк сходил не знаю там я думаю нормально пенсии уже накапала а если ленин мерз почему его до сих пор не похоронили в общем это самый простой вариант для путина оставаться вечно живым нужно будет просто поменять первые три буквы на мавзолею вот было так станет вот так но почему-то мне кажется что путин конечно мечтает не об этом я думаю он реально хочет стать бессмертным поэтому и требует у своих ученых придумать или как ему пересадить молодые органы или как пересадить его мозг в какое-то другое тело и денег на это путин точно не пожалеет но вот получится ли я думаю смотрите что тут есть два варианта вот первый первый вариант чисто российский деньги на научные исследования выделят чиновники конечно освоит а когда придет время пересадки то окажется что деньги потратили виллы у чиновников получились а вот органы нет но чтобы не подставляться они возьмут просто купят что-то похожее на алиэкспресс мы знаем что минобороны россии например всегда так делает правильно вот в общем купят что-то на алиэкспресс и это пересадят путину ну а дальше отчет пойдет на минуты но за эти минуты путин успеет удивиться почему после пересадки он научился бегло разговаривать по-китайски без акцента в общем этот вариант нам например нам точно подходит но есть и другой вариант развития событий а вдруг российские ученые все-таки придумают как сохранить мозг путина и остается тогда только один вопрос кому его пересадить понятно что нужно ну надежное тело не только с физиологической но и с политической точки зрения поэтому донора для пересадки мозга путина скорее всего будут искать в его окружении давайте подумаем кто это может быть ну вот например дмитрий анатольевич медведев согласись интересный вариант тем более что свой собственный мозг митрий анатольевич уже давно пустил в разнос достаточно почитать его посты в телеграме за последние пару лет да и уговорить медведева на пересадку будет легко я думаю путин просто скажет димон смотри ты не переживай мы просто поменяемся вот как тогда помнишь на один срок ну а что один раз медведев на это уже повелся я думаю что поведется и во второй правда тут есть нюанс вот даже если мозг путина в теле медведева приживется то вот родная печень дмитрий анатольевича конечно может скоро отказать ввиду повышенной нагрузки последнее время поэтому ищем дальше сергей лавров тут сразу есть бонусы у сергея викторовича большая голова то есть при пересадке мозга путина не обязательно будет удалять его собственный мозг правильно будет симбиоз вот хотя он конечно в этом преимуществе есть и недостаток путин считает что он может быть только один поэтому он будет пытаться отторгнуть мозг лаврова вот и каким-то образом мозг лаврова будет выходить из лаврова нет в общем это получается какой-то ужастик и знаете я пока все таки наверное ну стоит признать не нашел хороший вариант для такой пересадки возможно у вас есть мысли кто бы мог стать донором тела для мозга путина напишите об этом в комментариях а вообще вот слушайте нет вот есть все таки один идеальный вариант мозг владимира путина можно пересадить в российского робота федора вот ну а что будь очень символично это чисто российская разработка это гордость россии и мне кажется что большинство россиян даже не заметят подмены можно с уверенностью утверждать одно путин действительно мечтает о том чтобы жить вечно но мне кажется даже когда ученым удастся раскрыть все секреты генетики медицины вот тут все равно не найдется донорского сердца которое бы прижилось в путине у него там уже давно пустота причем это заметно даже когда он говорит о своих детях путин провел урок разговора важным во время посещения тувы и то ли случайно то ли специально проговорился о том на каком языке говорят его дети правда сделал так в своем стиле члены моей семьи говорят уже маленький на китайском языке говорят свободно когда путин сказал маленькие члены семьи мне кажется сразу стало понятно что речь идет о сыновьях как бы двусмысленно это не звучало а вообще вот по подобному обращению сразу можно понять о его реальном отношении к своим детям мне кажется что большинство людей все-таки используют другие слова когда говорят о своих детях сыночек доченька моя радость наша гордость а тут маленький член семьи мне кажется что так можно разве что медведевы в бане называть также путин сказал что его маленькие члены семьи свободно говорят по-китайски сразу вопрос а почему только по-китайски странно что он не сказал что они неплохо говорят на языках пушту и дари это языки афганистана а почему они не щебечут на фарси как в иране но думаю это вопрос времени еще во время этого урока путин объяснил как именно определять какой язык учить интерес к языку его распространение в мире зависит от роли страны которая в мире играет причем по самым разным направлениям это касается разумеется и истории культуры но в основе интереса к языку лежит прежде всего экономика как это может быть не покажется странным на первый взгляд на отсюда наука образование это все вещи которые очень взаимосвязаны сильно и вот смотрите сейчас у нас растет интерес к китайскому языку почему да потому что контактов много бизнес развивается соответствующим образом очень много партнеров появляется в между россией и китая и у меня только маленький вопрос а вот много в россии школ где дети изучают например белорусский язык у россии с беларусью самые тесные экономические связи там прям союзное государство не отвечать это риторический вопрос ответ на этот вопрос такой же как почему в российских школах не изучали украинский язык даже когда россия и украина неплохо торговали друг с другом но дети путина не будут учить ни белорусский не украинский у них совсем другая программа обучения об этом удалось узнать и журналистского расследования центра досье журналистам удалось раскопать что маленькие члены семьи это сыновья владимира путина и алины кабаевой иван 2015 года рождения и владимир владимир младший получается вот который появился на свет 2019 эти дети живут в резиденции на валдае они редко видят родителей живут в изоляции под круглосуточным присмотром няней гувернеров профессиональных тренеров и охраны в общем я так понимаю что у домашней кошки или хомяка больше свободы чем у них и похоже что путин уже сделал все для того чтобы мир начал готовиться к еще одному владимиру владимировичу путин а еще в россии этот год назвали годом семьи и вы знаете теперь стало окончательно понятно годом какой именно семьи назван этот год в российской федерации но ведь еще в начале прошлой недели была надежда что все это можно остановить во время визита путина в монголию напомню монголия подписала римский статут это значит что по ордеру международного уголовного суда улан-батор должен был арестовать международного преступника путина но давайте откровенно никто особо не питал иллюзий что это может случиться представители монголии отмазались они объяснили отказ арестовать путина энергозависимостью от россии сказали они примерно следующий говорят извините у нас говорят связаны руки монголия импортирует 95 процентов нефтепродуктов и более 20 процентов электроэнергии от соседей поэтому вот как то так и да конечно монголия находится между молотом наковальне я имею ввиду россию китай но мне кажется что вот если бы руководство монголии буквально на секунду вот почувствовала в себе дух чингисхана и арестовала путина то сейчас 95 процентов нефтепродуктов и 20 процентов электроэнергии она бы получал уже в виде дани но путин все-таки приехал в монголию и встретился и с президентом монголии ух ноги иных урлсухом и с премьер-министром луфсаном с райном у юн рдн круто я смог произнести это встреча происходила в кочевой юрте которая установлена в государственном дворце жалко конечно не показали вот как путин пытался выговорить имена президента и премьер-министр монголии напомню он до сих пор не может справиться с именем и фамилией президента казахстана вот а тут все гораздо сложнее я вот только я вот слушать я только сейчас понял зря в монголии испугались они реально могли спокойно арестовать путина и потом когда оставшаяся верхушка в россии кричала бы что путина арестовали них можно было бы спросить а кто это сделал и думаю вряд ли даже кто-то из них смогу повторить имя и фамилию президента или премьер-министра монголии результатах поездки путина в монголию говорит бессмысленно очевидно что эта встреча была организована только для того чтобы показать всему цивилизованному миру мол смотрите путина никто не арестовал он может спокойно ездить по разным странам поэтому российские сми сразу решили это подчеркнуть вот такие заголовки появились в российской прессе цитата путин заставил запад содрогнуться от злости кремль одержал важную символическую победу конец статы мне кажется что это прекрасно задел на будущее можно будет потом и путину и памятник такой поставить символически на постаменте будет изображен ненавистный запад а рядом с ним путин виде судороги и надпись он заставлял содрогаться весь запад но на прошлой неделе владимир путин заставил содрогаться все и вся и в российской туве куда он зачем-то приехал причем в эту поездку он впервые отправился без сергея кожегеточа шойгу это понятно с одной стороны у сергей кожегеточа сейчас много дел в москве каждый день нужно носить передачки своим бывшим замом в сизо а с другой стороны возможно путин решил так наказать шойгу потому что раньше их совместность сергей кожегеточ чем поездки всегда сопровождались вот такими нежными фотосессиями вот глянь на которые восхищение настоящей мужской дружбы иногда ограничила с неловким ощущением пропаганды нетрадиционных российских ценностей в любом случае в этот раз путин собирал грибы с кем-то другим а чтобы сделать это вот еще больнее чтобы сделать сергей кожегеточ у буквально в это же время роскомнадзор запретил фильм горбатая гора совпадение не думаю роскомнадзор заблокировал ссылки на фильм на трех пиратских ресурсах и интересно что американской драме об однополой любви двух мужчин уже практически 20 лет а российские власти про него вспомнили только сейчас и снова совпадение не думаю ну и наконец владимир путин осчастливил своим визитом в восточный экономический форум ох уже эти российские формы аббревиатуры питерский международный экономический форум пмф петербургский международный юридический форум пмюф вот сейчас вэф пмф пмф вэф звучит как будто больной туберкулезом на последней стадии пытается спеть песню шамана я русский последние годы главной особенностью всех этих формов является конечно проверка на способность эскортниц со всей россии быстро передвигаться по стране и успевать принимать части в этих мероприятиях и надо отдать им должное у них это получается а в остальном восточный экономический форум получился калькой с любого другого российского форума все те же гости вот почетные террористы в российские смеи с недавних пор их называют представители движения талибан все те же развлечения вот пожалуйста гостей восточного экономического форума учат разбирать пистолет макарова вы согласитесь ну какую экономику можно построить вот без этих навыков по результатам в в были приняты важное решение дмитрий песков назвал задачу россии на следующие 100 лет по его словам власти рф должны сделать дальний восток более привлекательным для жизни вот такое серьезное заявление тут конечно возникает множество вопросов во-первых это получается вот что 20 лет пока путин находится у власти этого оказалось недостаточно чтобы сделать дальний восток привлекательным для жизни нужно еще 100 лет нет он реально хочет править вечно серьезно во вторых песков конечно не уточнит для чьей конкретно жизни нужно сделать дальний восток более привлекательным а вспоминая что дети путина прекрасно знают китайский язык речь идет точно не о россиянах. Вообще Песков, конечно, много всего наговорил в последнее время. Такое ощущение, что он разменял рубль на пятикопеечные монеты и теперь сует свои пять копеек по любому поводу. Вот так Песков высказался по поводу возможной мобилизации в России. Обсуждений таких не ведется. Ну и она не нужна, да? Ну хватает контракта? Ну поток желающих закручивать контракт, их количество большое. Их большое. Действительно все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал. Ну вот вроде бы ничего нового не сказал, а с другой стороны точно такое же заявление он делал два года назад, в начале сентября 2022 года. А потом мобилизация началась. И в общем, мне кажется, что не стоит Дмитрию Сергеевичу сейчас ходить в казино и играть в рулетку. Ну не угадывает он в последнее время. Вот его комментарий по поводу встречи Путина и Дурова. Песков заявил, что Путин никогда не встречался с Дуровым. И тут же, оп, Путин сообщил, что встречался с Дуровым в Москве много лет назад. И вот как тут понять, это возраст и уже память не та? Или Песков запутался и забыл, какой из Путиных встречался с Дуровым, а какой не встречался? Но такие нестыковки происходят не только у Пескова. Вот заявление Владимира Путина, что первоочередной целью российской армии в СВО является так называемое освобождение Донбасса. Я уже об этом говорил. Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которой является нашей первоочередной целью. Ага. А вот Аптей Лаудинов уверенно заявляет, что Россия-то уже победила в СВО. Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли. Дальше наша задача с вами сделать все для того, чтобы мы были одной семьей готовы к будущим вызовам. Такое ощущение, что каждый из них живет в своей параллельной реальности. И пока Путин рассказывает, как воюют на Донбассе, а Лаудинов уже всех победил, в Беларуси на прошлой неделе впервые сбили российско-иранские шахеды. По данным мариторингового канала «Белорусский Гаюн», два российских шахеда залетели на территорию Беларуси. Это вынудило ВВС Беларуси поднять в небо два истребителя. Вы знаете, вот удивительно, но таким образом Беларусь что, вышла на второе место после Украины по количеству сбитых российских шахедов? Причем у Польши и Румынии были шансы присоединиться к этому негласному соревнованию, но они пока по разным причинам предпочитают в соревнования не вступать. Я так понимаю, чтобы не переступить так называемые красные линии. Именно о них в очередной раз напомнил Сергей Лавров. Сергей Викторович в свойственной ему манере посоветовал Западу не шутить с красными линиями. США собираются, ну это пока сообщение агентства Рейтера, но вот часто вот эти вбросы, они в итоге подтверждаются. Что США собираются поставлять ракеты для истребителей F-16, это ракета с дальностью от 300 км до 900. Как вы можете это прокомментировать? Я уже устал комментировать, потому что я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают, и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Но они должны понимать, что тут шутят про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят. Ну вот умеет быть Лавров убедительным. Попросил не шутить про красные линии, и тут же весь интернет заполонили мемы на эту тему. Вот, 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 вот. А вообще, конечно, уникальное заявление. Давайте еще раз цитата. Тут шутят про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят. Эта фраза, мне кажется, достойна быть экранизированной и станет такой же популярной, как, например, фраза в фильме с Лесли Нильсоном. Помните, у меня есть пистолет. Не здесь, но есть. Или как в российском ДМБ. Вот видишь суслика? Нет. Вот и я не вижу. А он есть. Знаете, очень хочется верить, что те, кто до сих пор боится российских невидимых красных линий, наконец-то поймут, что этих линий, как и суслика, на самом деле не существует. И сделают все возможное, чтобы помочь Украине в ее борьбе. А красными линиями потом, ну, можно будет просто обвести на асфальте тех, кто эти линии пытается рисовать в своем больном воображении. Поэтому выше нос и продолжаем помогать Украине. А еще поддержите это видео лайком, комментарием и подпиской на канал и воспользуйтесь кнопочкой «Спасибо». На сегодня это все. Слава Украине! Живей Беларусь! До встречи!